упала от микрофона штучка штучка от микрофона упала приготовление так фокус ловись ловись на мне фокус так настраиваемся на видео сейчас будет интересненькое видео так смотрим как сидим удобно прическа так но я должна поместиться в камеру я надеюсь все вроде главное солнышко солнышко сзади вы видите так ну что сегодня очень интересное видео ура сегодня видео всем привет меня зовут лена я фотограф клипмейкер и танцор и сегодня я расскажу о топ-5 дорамах которые я досмотрела до конца то я смотрю дорамы примерно с 2018 года их просто обожаю вот так может крупными буквами написать потому что для меня это не только классное качественное кино интересное но еще уже это составляет как профессиональный интерес потому что я смотрю как сняты дорамы какой использует цвет и прочее но сегодня я просто расскажу свои топ-5 любимых дорам которые действительно досмотрел до конца и это будет небольшая серия видео и сегодня первое так у меня вот тут вот список и на него буду поглядывать вдруг я забуду из этих пяти дорам господи какие же я посмотрела в общем суть такая что смотрела дорам до конца и достаточно много больше пяти десяти или наверное больше 15 но я решила чтобы не затягивать каждое видео буду делить их по пять штук на самом деле дорамы да те кто вообще в принципе не знает что это такое это корейские сериалы ну и только корейские японские то есть азиатских стран это что-то вроде драм ну просто сериал мыльная опера но именно жанр дорамы очень интересно сделан своя специфика есть у них количество серий но на самом деле на самом деле это очень крутой жанр кино и сериалов не знаю как назвать в общем я в восторге и и к чему я это все говорю к тому что в карр каждой дорамы содержит себе не одну серию не две а в среднем 16 до пустим те моменты где есть серии там вообще там мне кажется по 100 тоже такие дорамы есть вот и они длятся по часу то есть представляете обычно кино длится два часа или какой-то сериал да там какой-нибудь не знаю там бразильский там ну тоже принципе 40 45 минут серии везде по-разному там стандартно всегда например на по часу и вот чтобы от начала до конца досмотреть этот сериал он должен быть реально классный интересный и люди которые создают этот сериал они имеют это ввиду и делать все возможное что было интересно то есть мне еще с точки зрения профессиональные очень интересно наблюдать как они удерживают внимание зрителей как развивается история в течение сюжета так вот на самом деле я не все дорамы досматриваю до конца ну просто потому что их очень много их такой большой поток во первых во вторых если они только сейчас выходят я их только сейчас смотрю иногда забываю про некоторые но я всегда записываю дорамы которые я смотрю даже только начинала смотреть и поэтому я никогда не забываю и потом могу к ним вернуться но есть такие категория дорам про которые сегодня поговорю которые я смотрю сразу то есть они есть я смотрю смотрю пока не смотрю до конца я не смотрю например следующую потому что они очень интересные в общем тут собственно просто так вот первая дорама это наследники про школу там любовь вот и в общем наследники я на самом деле постараюсь рассказывать в общем об этих дорамах не рассказывать какие-то подробные моменты тонкости а только свои впечатления чтобы вы выбрать для себя то что вам наиболее близко сразу скажу что в основном смотрю дорамы комедийные позитивные положительные я не очень люблю хоррор и всякую вот эту историю поэтому в основном мои дорамы ну такие для легкого просмотра чтобы не напрягали как говорится мозг хотя каждая дорама она очень у них каждый каждый рамы специфичная история и тоже есть над чем задуматься ну в общем такие более легкие позитивные хотя наследники там знаете как волной он в каждом сериале идет сюжет такой волной то круто то плохо то там грустно то все плачут веселятся чем наследники это про школу да и я это перескочила смысле да вы помните я учусь это говорить нормально на камеру тут список смотрю на список в общем суть такая что постараюсь не выдавать все что вы посмотрели сами и получили классное просто море эмоций впечатлений просмотры данной дорамы в общем наследники это про школу главная героиня девушка и два парня ну частности получается два парня ой два парня девушка и парень а второй парень который главный герой он ну как типа там треугольник получается у них вот но суть такая что эти история очень интересная очень классно снято причем снят сериал достаточно давно но мне как фотографу приятно было смотреть на актера сейчас я подсмотрю как его зовут потому что я этот кан ха ныль кан ха ныль очень сложно мне с их именами я главное научилась различать их всех в лицо это самое главное что я теперь различаю вот и могу запомнить особенно таких красавчиков как кан ха ныль вот имена к сожалению еще очень сложно запомнить поэтому сразу сразу прошу прощения вот в общем дорама крутая просто классная просто посмотрите вот переходим к следующей дораме 2 дорама она была прекрасна это просто божественный сериал это такой веселый классная история супер интересная весело смотреть улыбаешься заложена философская мысль и там есть еще очень харизматичный актер главный герой это сейчас тоже посмотрю так как же он зовут его а чхве шиво чхве шиво чхве шиво ну чем вы поняли чхве шиво короче это не тот в общем главный герой девушка там девушка главной героиня он главный герой но я не буду раскрывать сюжетную линию чтобы сейчас чтобы вдруг вы не смотрели этот сериал вам не раскрывать это все сюжеты линии в общем он мне понравился он такой улыбчивый позитивный и харизматичный и в целом они дополняли друг друга там есть еще два главных героя актера то есть их там сколько четыре получается вот но всегда есть там самая главная линия мужская женская есть второстепенные есть там группа главных героев есть вторая линия в общем все как в обычном кино но фишка в том что очень прям классный сериал я досмотрела его до конца до конца досмотрела вот вот переходим к следующему сериалу это бар на колесах собственно героиня я забыла кстати сказать что предыдущий сериал она была прекрасна героиня хван джон им хван джон им да простят меня все корейцы ну сложно с именами хван джон им в общем эта героиня мне как актриса очень понравилась я смотрелась не еще другой там сериал мне тоже понравился и вот как раз бар на колесах она играет там тоже главную роль я ее не сразу сначала узнала потому что она была прекрасна она сначала такая некрасивая как знаете какая-то пушкарева у нас был такой сериал если кто не знает а потом она становится супер красоткой блин я рассказала да ну в общем ну там принципе понятно и вы если будете смотреть тизеры вам будет понятно что потом она очень не суть в том что она немножко отличается внешне я сначала не узнала и смотрю такая в бар на колесах этот сериал вышел недавно там было всего 12 серий это она она очень классная прям актриса вот прям вот прям суперкрутая, это чувствуется. Так, в общем, про Барный Колесах, да, Барный Колесах это такой мистический сериал, очень интересный, про девушку, которая напортачила в прошлом, ну, в общем, вы посмотрите, и суть в том, что это имеет такое, знаете, значение и прошлое, и настоящее, и будущее, и еще все миры там завязаны, очень классная история, очень классно снято, и я бы не... там есть, знаете, присутствует момент такой, что интересно будет смотреть и женской, и мужской половине, потому что там классные эффекты, спецэффекты, и просто вообще все супер, вот, поэтому посмотрите, Дорама вышла только-только вот сейчас. Следующая Дорама, 15.30, классное название, суть такая, что девушку бросил парень, и как судя по Дораме, что именно в 15.30 девушки выглядят почему-то не очень, я не знаю, почему в итоге именно в 15.30, но на этом завернут сериал, и там такой классный сюжетный идет момент, ну, про любовь, в общем, все, как обычно, но снято, очень интересный, классно, несмотря на то, что Дорама тоже достаточно не новая, все очень выглядит качественно, история интересная, снято интересная, интересная задумка про 15.30, поэтому посмотрите, если вы не смотрели. И заключительная Дорама из моих топ-5, первый выпуск, про Дорам, который я досмотрела до конца, это Клуб бывших подружек, этот сериал порекомендовался в бокс, ну, вы знаете, да, эту озвучку, Принц Лимон и Аконе, благодарность этим большая за то, что за их труд, их спросили, какую Дораму с одной из первых вы озвучивали, и это был как раз Клуб бывших подружек, я ее не смотрела, хотя она достаточно, ну, такая старая, то есть пару лет назад уже была снята, и после вот именно этой истории я посмотрела, я посмотрела от начала и до конца, потому что, ну, просто весело, классно, сюжет интересный, актеры, там, главный герой, четыре актера, парень и три девушки, ну, главная героиня, конечно же, одна, но, так, подождите, три-четыре, получается, девушки, один парень, пять, но это очень классный сериал, просто веселый, со своей сюжетной линией, с классной концовкой, поэтому смотрите, не пожалеете, это очень весело, и еще, знаете, мне интересно наблюдать про типажи, то есть какие раньше, вот, три-четыре года назад были одни типажи, популярные в Дорамах, сейчас немножко другие, и вот когда ты смотришь сейчас, там, в 2020-м, то вот эти типажи очень заметны, каких именно выбрали актеров, ну, в общем, я в таком восторге от этих всех Дорам, ну, вы поняли, судя по этому видео, в общем, это мои пять Дорам, которые я досмотрела до конца, от начала до конца, не пропуская, там, несколько месяцев заново, их потом досматривая, или, или, в общем, досмотрела их до конца, ну, вы поняли, это первый выпуск был, так, я надеюсь, я все говорила хорошо, вы меня поняли, Дорамы вы, если не смотрели, посмотрите обязательно все, как у вас будет время, настроение, что там еще может быть, вот, благодарю вас за просмотр, я еще попозже сниму некоторые видео про вообще проколесо, проколейскую, проколейскую, прокорейскую, позже я сниму побольше видео про корейскую культуру, и вообще, в принципе, все, что я о ней знаю, все, что я смотрю о своих любимых исполнителях, Дорамах, друзья, благодарю вас за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, какая Дорама вам понравилась больше всего, если вы ее смотрели, но, пожалуйста, не раскрывайте для тех, кто еще не смотрел, какие-то сюжетные тонкости, линии, порекомендуйте мне тоже какую-то Дораму, может быть, я ее не смотрела, хотя я пересмотрела кучу Дорам, пишите свою любимую, пишите в комментариях, все пишите, будем обсуждать, и радоваться, в общем, всем пока, молодец, отсняла, отсняла, спасибо, 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 Продолжение следует...